Мои хорошие, всем физкульт-привет! Я в своей приемной, на своей кухне, сейчас буду готовить. Я вам напомню, что буду делать. У меня капуста вот лежит. Все надоедает, люди. Огурцы тоже как бы надоели. Помидоры тоже. Перчик. Ну мы едим, едим, едим. Ну хочется чего-то новенького, да. Думаю, сейчас сделаю капусточку вкусную. Очень вкусно будет. Почти по-корейски, свеженькая причем. Не тушится. У меня есть на канале эта капуста. Первый канал был, я готовила эту капусту. Очень вкусно. Она еще такая, почти молоденькая. Да, вот вкусно, вкусно. Я вам сейчас покажу, разведу камеру и напомню, как я готовлю эту капусточку. Значит так, мои хорошие. Я покажу сегодня еще тарелочки свои, свое питание. У меня очень простое питание. Простые продукты. Ничего такого нету. Знаете, похудение на простых продуктах. У меня лично все без понтов. Какие-то там субтропические фрукты, овощи, у меня этого нету. Только свое все родное. Чем проще, тем лучше, правда? Значит, я получил комментарий день назад. Я хочу прочитать вам комментарий. Один комментарий, да? Как принять? Я сама себе. Сидя, лежа, нет, стоя, с книгой. Это я. Стоя с книгой, да? Свет такой у нас, жалюзи затянуло. Так, пардон. Очки оденем, да? Слушайте. Два молодых врача, супруги, ведут марафоны по оздоровлению и здоровому питанию. Смотрю на них и вижу, что-то не так во внешности. Что-то не так во внешнем виде оказалось на питании без животного белка. Вот такой комментарий. Супруги, медики, я так понимаю, да? Врачи какие-то, пишутся врачи. Обозвали себя врачами. Ну, здесь можно назвать себя и профессором, да? Это же YouTube. Без животного белка. Это дурдом. Палата номер 6, люди. Правда? Это как это? Это ЖУ? Поменяли физиологию человека? Убрали Б? Это нормально? Что? Квасольку ему? Чечевицу, да? Ножки вытянем? Вы что? Железо как будет усваиваться? Железо усваивается из животного белка на 63%. А из бобовых только на 11%. Усваивается на 11%. Представляете, какая нехватка железа водя, да? Коньки можно же отдать. Будет привет семье. А витамин В12. Это только животный белок. Обалдеть, да? Вот дурдом, ромашка. Мы вообще классические хищники. Люди, не забывайте. Животный белок. Животный белок, это же не только красное мясо. Все сразу боятся. Животный белок и мясо не е. Ну, как в том фильме, да? Джентльмены удачи. Ну, дура. Животный белок, это не только красное мясо. Животный белок, это молочка вся. Животный белок, это яйца. Животный белок, это кролик, курочка, уточка. Любой вид мяса, животный белок. Рыба, морепродукты. Это животный белок. Как это? Без животного белка, а? Ох, я ютюбчик. Ну, просто заборчик, да? Страшно. Проблема любой страны, это думающий человек. Думайте. Пищевая корзина, это не только похудение. Пищевая корзина, это умственное развитие. Нехватка витамин, нехватка аминокислот. Человек не употребляет. Как это? Без животного белка. Как это? Худеть. На животном белке никто не считает калории. Это наше тело. Вот что в приоритете будет, туда этот белок и пойдет. Аминокислоты с этого яйца туда и побегут. Вот какая клеточка у вас приболевшая, вот в эту клеточку и побегут эти белки. Аминокислоты, да? Неважно, вы едите селедочку, рыбку, мяско какое-то, да? По поводу мяса, да? Тут же надо еще выбирать хорошее мясо. Не каждое мясо, это хороший белок, качественный. Мясо, мясо рознь, курица, тырца, вот эта куриная грудка. Какой там белок? Какой там белок? Из 100 грамм куриной грудки сколько будет этого белка? 10 грамм и не больше, да, максимум? Наша норма дневная, это 1 грамм на килограмм веса, даже больше, 1,2. Ну, вообще, в принципе, здоровому человеку нужно 100 грамм белка съедать. Не надо считать калории, мои хорошие. Берете, берете ручку и запишите в течение трех дней, сколько чего вы едите. Вот белок, да, вы съели 2 яйца, пишите, 2 яйца равняется приблизительно по белку, сколько там? С 2 яиц 15 грамм белка максимум будет. 15 грамм, пишите, 15. Съели кусочек мяса куриного, пишите, 20 грамм там 100% не будет белка. Ну, 15 пишите, 15 грамм белка, съели 200 грамм мяса, 30 грамм белка, посчитайте. Вы наберете 80-100 грамм белка. 100 грамм курицы, это не 100 грамм белка. Но есть таблица, можно посмотреть. Мы с вами вообще хищники. Мы хищники с вами. Мы ж с вами гепарды, гепарды, да? Мы ж с вами не одуванчики, не кульбаба, не цветочки. Цветочки это только пси-дом. Вот там ходят, рвут цветочки и нюхают. Вот там травка-муравка, пророщенный росточек пшеницы, бобовые. Мы хищники. Мы должны есть себе подобных. Курочек, козочек, коровок, кроликов. Себе подобных должны есть. Белок у нас должен быть в авангарде. На первом месте белок. Утром встаете, белковая еда должна быть. Мы состоим из белка и жира. Из белка и жира. Белковая жировая субстанция должна быть. Салаты обязательно. Обязательно. Это как помощь. Белок это наше тело. Белок это наш разум. А салаты, вот та же капусточка, да? Это наши друзья. Хорошие бактерии. Вот сейчас будем кормить своих друзей. Сначала приготовим еду для своих друзей, да? Мои хорошие. Обязательно. Это наша микробиота. Ну вот. Так что, следим за своим кишечником. Вчера, кстати, рассказала о пиле, да? Это информация от кандидата медицинских наук гипотолога. Это не просто так. Ну что, мои хорошие. Я бы напомнила. Белок животный должен быть в авангарде. Люди. Это, знаете как, вот напоминаешь, 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 да? Ну хорошо, у нас такое сообщество нормальные люди, соображающие. Это приятно. Я вообще, я польщина просто. Ну здесь настолько разумный народ у меня на канале. Вообще. Белок животный. Мои хорошие. Это же работа поджелудочной железы. В каком плане, Таня? Из животного белка строятся ферменты поджелудочной железы. Амилаза, липаза, протеаза. Ферменты, которые работают с белками, с жирами, с углеводами. Это животное белок. Если мы убираем животный белок, как будет работать поджелудочная железа? Ферментов нету. Нету ферментов, вот это панкреатит. С себя вылетает все как сутки. Ничего не усваивается. Человек тощий при панкреатите. Тощий, не худой, тощий. Потому что витамины, минералы. Ничего не усваивается. Ферментов нету. Пищеварительных ножиков нету. Нету. Ага. А есть такие умники, которые детей присаживают еще на такое питание. Так тебе вообще нужно физически уничтожать, кто трогает детей. Обалдеть. Это страшно, люди. Это не для нас это кино. Правда? Нет, нет. У нас только адекватное питание. У нас физиология. У нас диетологическая тренога. У нас БЖУ. Правда? Белок обязательно. Обязательно. Протеин мне не нужно покупать, кстати, ничего. Нет, я не покупаю. У меня достаточно белковых продуктов. У меня творог, у меня молочка. Это белок. Хороший, домашний, настоящий белок. Без крахмальчика у меня, без порошка, без загустителя, без сахара. У меня хороший молочный продукт. Это белок-белок. Я покупаю мясо себе. В принципе, я не мясная такая. Я не буду есть каждый день мясо. Мне невкусно. Селедочка какая-то, какая-то рыбка. Какая-то консерва рыбная, может быть, тоже такое нормально. У кого-то кальмары. Кто-то умеет готовить, кстати, еще нужно уметь готовить кальмары. Ну, то есть, какие-то морепродукты. Обязательно. У нас с вами адекватное питание, мои хорошие. Значит, протеин мне не нужен. Мне достаточно белковых продуктов. И потом похудение, да, похудение. Если так урезать, 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 убирать, на кого мы будем похожи? У нас климатерический период у большинства женщин, да. Гормоны все ушли на 90%. Яичники наши уже все, не работают, да. Где нам брать гормоны, эстрогены? Обязательно жировая должна быть прослоечка легкая. Ну, это настолько интересно, обязательно должно быть питание. Мы себя поддерживаем. А наши мышцы, это же белок. Вы представляете, даже человек видит внешне, говорит, они страшно выглядят. А где брать будет человек мышцы? Из чего строятся мышцы? Из животного белка, люди. Это же катастрофа. Мышцы уходят. Мышцы вот такая уходит, знаете, дохленькая. Как фильм «Свинарка и пастух». Помните такой фильм был? Зельдин, главный ролик, красавец, кавказец, да. Это, который свиней выращивал, да. Духленький, дохленький, опять дохленький, да. Вы что? Мы занимаемся с вами спортом. Мы должны внешне выглядеть нормально. У нас должны быть мышцы, не кубики, а мышцы должны быть, да. Мышцы, да. Уходит мышечная система. Что? С возрастом у всех уходит мышечная система. Поэтому можно ее поддерживать питанием и движением. Обязательно животный белок. В возрасте. Я напоминаю, а не убирать животный белок, да. Ушел, ушли мышцы, все, крышка. Крышка. Да-да, крышка. Потому что моментально прилетает любое заболевание. Увеличивается смертность от всех причин. Только уходят мышцы. Только уходят мышцы. Поэтому ни в коем случае не убираем животный белок. Готовим салаты, капусточку. Это только для дополнения к основной еде. Основная еда это белки и жиры. Углеводы тоже у нас есть, но там далеко за спиной. И правильные углеводы, правда? И небольших количеств. Все, мои хорошие, я пообщалась. Я с вами сейчас разворачиваю камеру. И посмотрим, что я сегодня буду готовить. Заодно показываю. Напоминаю, выпекаем хлеб. Вот у меня баночка литровая с закваской. И рядом ржаная мука. Жить не борошно. Ставлю перед носом, чтобы не забывать. Я утром встаю, сразу две ложки ржаной муки в баночку. Водички размешала, накрыла салфеточкой. Сегодня заквасочке моей первый день. Вода, само собой, и талая, и с газом. Ну что, мои хорошие, мы пришли к капусточке. Значит, капусточка у меня на досточке лежит. Это досточка. Это не столешница. Это досточка. Капусточка. Бурячок. Ну, возможно, мне один буряк будет даже много. Может быть, даже половинку возьму. Посмотрю по ходу. Орудие труда. С чем я буду работать? Ножик. Крупно режу капусту. Я покажу концовку. Я не буду показывать всю нарезку. Концовочку только, правда? И мне нужна еще терочка для морковки по-корейски. На ней я буду натирать бурячок. Все. Я крупно режу капусту. Начинаю. Я порезала капусту. Я не буду всю головку резать. Для меня это будет много. На два раза мне достаточно будет. Потому что, когда дольше находится продукт, мне уже не вкусно. Мне как-то больше нравится с полу-жару даже. Вот когда долго стоит что-то, да, наделаешь, там что-то приготовишь. Нет. Не нравится мне так. Значит, половинку взяла. У меня все на глаз. Специи на глаз. Вот. Так, смотрите, как мы режем. Кусочек отрезали довольно большой, да? И крупно. Вот так. Бац. 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 Понятно? И вот эти лепесточки, вот так делаем. Рассоединяем их. Все. Крупные кусочки у нас, вот такие должны быть. В миску. Терочка для морковки по-корейски. Бурячок. И все натираем. Бурячок я натерла. Весь потерла. Не пропадай же добро. Остается кусочек, куда его девать. Вкусно будет. Вкусно. Сырой же буряк. Вареный это жор. Почему? Потому что это сахар. А сырой гликемический индекс намного ниже. 30 только. Поэтому потерла весь. Будет вкусно. Так. Соль. Добавила. Пучечку так. Пучечку. Кто-то скажет. Таня, сколько соли? Там чайная ложка или пол? Люди, нужно все пробовать. У меня так не работает. Чайная ложка, две чайные ложки. Там нам такой-то вес капусты. Нет. У каждого человека свой вкус. Мало соли добавить всегда можно. Так. Подсолили. Обязательно кориандр. Ой, у меня здесь пахнет грузией. Блюда. Морковка по-корейски. То есть капуста по-корейски. У меня Грузией здесь пахнет. Кориандр. Людочка Степанкевич давала мне зернышки, кинзы. Я покрутила на кофемолочке. У меня в этой баночке, вот баночка стоит, да? Кориандр. Ммм. У меня в этой баночке. Ммм. 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 Кинза. Кориандр. Только Грузия. Какая капуста по-корейски. Правда. Ммм. 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 На огне я налью оливковое масло, немножко подогрею и сюда. Ожидаем сковородочку и не скучаем. Какой лазурный небосвод, сияет только на тобой. Кориандр. Ммм. Добились и мой любимый, и родной. И нарекала здесь стоит, как памят давних, ну пусть в старых дней, твою главу венчая, сединой. Рассветай под солнцем, Грузия моя. Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот. О, дебо, без тебя и жизнь мне не мила. Грузия. Миквархер. Грузия. Я люблю тебя, Грузия. Ну что, мои хорошие. Вот так мы себя держим. Сковородка у нас в руках. И растительное масло прямо на чесночок. Сейчас все соединяю. Мои хорошие, добавила соли, добавила уксус. И чуть не забыла, люди, пробуй, понимаю. Ты ж перец не положила. Перец нужен, Таня. У тебя ж капуста по-корейски с грузинским акцентом, да? Так, пробуем, пробуем. Вот так мешало все. Все рукой. Шикардосно. Капусточка уже дома. В раритетном судочке. Она будет намного вкуснее, когда постоит, промаринуется, пустит сок. Она будет намного вкуснее. Я сейчас накрываю крышкой и ставлю в холодильник. Так что готовьте такую капусту по-корейски с грузинским акцентом. Это очень вкусно. Это сытно. И это полезно. Доброе утро. Всем физкульт-привет. Я ранняя птичка. Встала, конечно, не в 7 часов и не в 6, а в 5. Конечно, первая чашка кофе у меня была с молочком. А сейчас у меня... Давайте посмотрим, что. А сейчас бутики-малыши. После первой чашки кофе прошло уже 40 минут. Кофе с молочком. Бутики-малыши. Я купила сыр. Наш украинский сыр. Очень вкусный, выдержанный, качественный сыр. Самбар. Да, кажется, самбар. И купила еще кома. Кажется, старый олендер. Или старый голландец. Я уже забыла. Но я у девочек переспрошу. Они помнят, что я покупала. Мне напомнят. Значит, очень вкусный сыр. Один и второй я, конечно, попробовала. Бутики-малыши. Бутики. Значит, сливочное масло. У меня, кстати, домашнее сливочное масло. Такое желтенькое, красивое. Сколько грамм здесь? Ну, 10, не знаю. Такие тоненькие пластиночки я ножиком настрогала. Вот это бутики-малыши мои. Наши бутики-малыши, да. У кого-то могут быть еще орешки. По желанию тут уже. У кого-то маслины. Кстати, я открыла банку маслин. Я привозила с Турции к Юрусуле. Смотрите. Ох и крупная маслина. Смотрите. Ох и крупная. Мне писали, XS это самые маленькие маслинки. Нет, мои хорошие. Это мы так считали. Я тоже раньше так считала. 3X это крупные, да, как баталы. 6X это баталы. Дайте мне, пожалуйста, платьичко красивое 6X. У нас баталов нету, отвечали, да. Баталы вот на той точке. Идите туда. Обалдеть. Как вспомню, так вздрогну. Значит, XS в маслинках это крупная маслинка. Вот эту маслину можно даже не украшать. То есть не взбрызгивать оливковым маслом или орегано. Настолько вкусные маслины. Сухие, вяленые. Очень вкусные. Но они, правда, подороже стоят у нас на сайтах. К Юрусуле вкусная маслина. Очень. Значит, у меня маслинки. И у меня бутики малышей. И вот эта еды сейчас у нас 7 часов. Ну, я дома буду где-то к 2 часам. Ну, где-то так. Сколько без еды я буду? А ну, давайте посчитаем. Как подумай, так вздрогну, да. 8, 9, 10, 11, 12. Ну, часов 6, наверное. У меня не будет дома. Я буду выходить в 9 часов. Приеду к 2 часам. Нормально? Нормально. Такое большое расстояние. Но это не система. Так получается. Нормально. Иногда это даже очень классно. Вот когда долго не ешь, какой-то большой перерыв между едой, ты быстрее наедайся, насыщайся. Наедайся быстрее едой. Так. Ну, вот это у меня сейчас будут бутики малышей и маслинки. Повторяю. У кого-то орешки, пожалуйста. Уже будем покупать орехи. Уже новые орешки наши грецкие идут. Будет очень вкусно. Да. Кофе я буду пить немножко позже. Вторую чашку. Просто мне с едой невкусно. Мне лично с едой невкусно. Я не буду запивать еду, кофе. Нет. Я настолько ценю кофе. Только отдельно у меня кофе. Отдельно чашка приготовлена. Значит, я сейчас съедаю бутики малышей, маслины. А через минут 15-20 я себе заварю кофе. Напоминаю, сыр. Перед носом не нужно класть. Отрезали кусочки. Сыр. Орешки. Имеют психоактивные свойства. Еще немножко, еще немножко. Сыр такой сладенький, вкусненький. Правда? Вкусный продукт, конечно. И очень-очень полезный. А маслины. Это ферментированный продукт. Капуста. Ферментированный продукт. Кислая капуста. И маслины тоже. Ферментированный продукт. Кстати, очень полезно. Все, мои хорошие. Бутики малыши. Ну что, давно я не делала себе беточки. Сделаю беточек. Беточек из куриного бедрышка. Я вчера была на хорошем рыночке и купила конкретно для беточков куриные бедрышки. У нас называются они для запекания. Они без кожицы и без косточки продаются. Ну вот сейчас я отобью хорошо под пакетиком куриное бедрышко. Но для начала я хочу взвесить его. Покажу вам вес. А то когда я отобью его хорошо, да, то это бедрышко мне будет на полстолешницы, скажут. Ничего себе, Таня. Ну и бедрышко. Это просто бедро поросенка, наверное, да. Сейчас весим. 200 грамм, да? Норма? 200 грамм, посмотрите. Ну глаз алмаз, молодец, Танечка. Сейчас отобью бедрышко, мясо отбиваю. Соль. Конечно, перчики добавляю, да. Можно добавить еще специи, кто хочет. Для меня самое основное будет очень вкусно. Это луковичка. Луковичка на терочку. Можно на крупную. Можно на мелкую. Все равно будет вкусно. И так, и так. И маринуете соль, перцы, луковица. И пусть ваше мясо, любое мясо, свинина, говядина, куриное мясо, пусть полежит конкретно в луке. Будет очень вкусный беточек. Очень вкусный. Вот я советую, кто не мариновал мясо в натертом луке, вот попробуйте так. Я вам плохого не посоветую. Бедрышко замариновала. Сейчас на эту миску одеваю пакет и ставлю в холодильник до завтра. Сегодня я мясо не ем. А завтра буду готовить беточек. Вкусный очень. Кушать подано. Пожалуйста. Беточек, да. Я отрезал сразу кусочек. Очень большой беточек. Здесь 200 грамм мяса. Посмотрите, какой беточище. Посмотрите. Какой красивый беток. Вы только посмотрите, а. Он такой вкусный. Люди, мясо так хорошо промариновало сутки. Как вкусно. Куриное мясо, жирное. Это не постная куриная грудка. Нет. Едим любое мясо, какое нам нравится. Самое главное количество. Не полкилограмма. Район 200 грамм. Вот этот кусочек даже отрежу. Вот очень большой кусок. Этот кусочек лишний. Я его отрезал даже. Я вам показываю. Так что, еди мясо. Готовим. Любое исполнение. Пожалуйста, только на здоровье. Для всех стройнеющих. Смотрите. Смотрите. У меня пшенично-цельнозерновая мука. И яйцо, как обычно. И овощи. Не хочется мне сейчас салата. Вообще у меня овощи. Перчик, витамин С. И огурчик. Это водичка. Но не хочу я салата. Не хочу. Все, мои хорошие. Будем есть. И разумно не набирать вес. Даже стройнеть. Кто со мной. Всем приятного аппетита. Я сегодня 8 часов. Уже была на пробежке. Утром у меня 2 чашечки кофе. Но я же стою в 5 часов. 2 чашки кофе с молочком. Сыр я не отрезала себе. Маслины я не брала. И вот сейчас у меня еда. Ажиотаж. Хочу есть. Я же не ела. Нет. Абсолютно. У меня сегодня и пробежка. И магазинчик. И оплата квартир. И только сейчас я буду есть. Инсулин. Инсулин опустился на низкую позицию. Как бы аппетита у меня нет. Но желание поесть есть. Есть конечно. Потому что еда моя. Очень вкусненькая. Даже сладенькая. Я никого не буду учить готовить блинчики. Да. Я только напомню. Это очень вкусно. Люди готовьте. Сейчас яблочки есть. Они у нас получаются очень-очень правильные. Вот эти блинчики из яблочек. В 12 часов дня. Я выхожу на балкон. Вон у меня там корзинка стоит с яблочками. Я их увидела. Ага. Точно. Беру три яблочка. И готовлю блинчики. Я только напомню. Я не показывала этот процесс. Все готовят блинчики. Правда. Берется мисочка. В мисочку яйцо. Взбивается вилкой. Добавляются отруби. У меня пшеничные. Не овсяные. Нет. Пшеничные. Добавляю десертную ложку. Цельнозерновой пшеничной муки. Все соединяю. Отруби мука, яйцо. Добавляется еще кисломолочный продукт. У меня домашний кефирчик и сода. Все. Вот такое тесто. Отруби расходятся 5 минут. Сковородка разогревается. Я на терочку накрупную 3 яблочка. Сразу добавляю в тесто яблоки натертые. И сразу же на сковородку. Почему яблоки в последнюю очередь? Потому что они пускают сок. И тесто может быть жидкое. Вот такой нюанс есть. Поэтому они такие у меня румяные. Здесь отруби пшеничные. Даже не овсяные. Здесь мука цельнозерновая пшеничная. Непростая. Вот это первосорт. Обычная мука. Рафинированная. Беленькая. Беленькие блинчики. Ну то есть здесь продукты такие. Которые дали цвет. А, да. У меня еще здесь корица. Еще корица. Классно. Вкусно. И конечно будет сытнее. Вот эта еда. Потому что есть клетчатка. Отруби это не просто отруби. Отруби это клетчатка. Ну я беру йогурт. Кто-то сметанку. Кто-то кефирчик. Кто-то ряженку пьет. Это кому-то хочется. Все, мои хорошие. Кто со мной. Всем приятного вкусного похудения. Невиданная мной рыбка. Стою я сегодня на рыночке возле рыбного отдела. Выбираю себе рыбу для котлет. Передо мной женщина делает заказ продавцу. И говорит, мне два зайчика. Я заинтересовалась, думаю. А что она конкретно обозвала зайчиком. Ей дают две рыбешки такие. Я сразу спрашиваю. Вы брали раньше эту рыбу? Замечательная рыбка. Без косточек. Вообще боковых косточек нету. А хребет это просто тонюсенький хрящик. Вообще косточек нету. Очень вкусная рыба. Стоит за мной женщина. И подтверждает. Я беру вот эту рыбу конкретно для котлет. Замечательные котлеты. Хороший фарш. Косточек нету. Легко. Эта рыбка разрабатывается. Даже хребта, говорит, нету. Тоже подтверждает. Какой-то тоненький хрящик. Но эта рыбка вообще диковинка для меня. Я раньше не то, что не видела. Я даже не слышала. О, зайчики. Люди, даже не слышала. Ну вот, купила килограмм. Две рыбки. У меня килограмм получился. Получилось, вернее, по весу. Две рыбки килограмм. Это 160 гривен. Килограмм рыбки. Морская рыбка. 160 гривен. У нас доллар, кажется, 41 гривна. Считайте. Четыре. Ну, будем говорить так. Четыре доллара. Кто не в Украине. Килограмм вот этой рыбки. Ну, интересно, интересно. Сейчас буду разрабатывать рыбку. Потом я вам все расскажу. За фарш тоже расскажу. Понравился мне или нет. Ну, буду заниматься зайчиком. Да, интересная рыбка. Зайчик. Мои хорошие, покупайте зайчик. И готовьте рыбные котлетки. Это очень вкусно. Котлетки такие нежные. Я даже не ожидала. Я даже не положила сливочное масло. Но у меня не весь фарш ушел. Еще фарш есть. Я решила попробовать. Если что, добавлю сливочное масло. Можно не добавлять. Вот я попробовала одну котлетку. Очень нежно получается. Зайчик для котлеток подходит. Рыба-зайчик. Называется, да? Не знаю, как кусочки по вкусу. Но для котлет отлично просто. Получается очень нежно. Очень нежно. Я только хочу вам напомнить. Рыба, вообще это не плотный белок. Рыба не насыщает, как мяско. Да? Тем более, это котлета. Это не кусочек рыбы. Разрушена структура. Значит, меньше насыщения. Рассчитывайте на клетчатку. У меня, конечно, здесь не клетчатка. У меня огурчик. Огурчик это вода. 100 грамм огурца. Это всего лишь... Это всего лишь полграмма клетчатки. Это ничего. Это водичка. Ну, какая водичка у меня? С какими минералами, да? Перчик красный. Витамин С. Я по перчику, да? Помидоры надоели. А вот эти овощи мои. Значит, если кто-то в себе не уверен... Да нет, ты что, Таня? Я не наемся. Берите плотнее клетчатку. Капусточка, морковка на терочку по-корейски. Бурячок туда. Сельдерейчик можно. Отлично будет. Ну, то есть плотная клетчатка должна быть. Плотный салатик. Все, мои хорошие, я вам показала, рассказала. Рассказала о рыбе зайчик. Так что покупайте, готовьте, пробуйте. Мои хорошие, похудение такой интересный процесс. Удержание веса. Мы так вкусно едим, да? Едим по-царски, да еще и странеем. Кто со мной, всем приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok